Бассейн школе нужен был как воздух, говорят учителя. 86-я одна из самых больших школ Самары. Здесь учатся больше тысячи детей. Заниматься плаванием в Зубчининовке не было возможности. Теперь здесь будут проходить регулярные занятия. 4 дорожки, метр сорок глубиной, 25 метров длиной. В новом бассейне светло и просторно. В день открытия прошло и первое занятие для начинающих пловцов. Старт спортсменам дал губернатор Николай Меркушкин. Внимание! Старт! Новое здание для бассейна построили меньше, чем за год. Из областного бюджета на строительство выделили 130 миллионов рублей. Это очередной спортивный объект за последние несколько лет. Уже открыт бассейн при Самарском госуниверситете, строится бассейн при экономическом университете. И на этом областные и городские власти останавливаться не намерены. В планах построить бассейны в каждом районе Самары. Мы будем продолжать строить бассейны при школах, микрорайонах. Практически планируем в каждом районе города Самары. И не только в каждом районе города Самары, а там, где плотное заселение или колледж, или другое учебное заведение, чтобы был бассейн. Я хочу всех поздравить с этим замечательным праздником. Я хочу всем пожелать крепкого здоровья. Сегодня есть все возможности, чтобы это здоровье укреплять. Как у ребятишек, как у школьников, так и у людей старшего поколения. Я уверен, что здесь появятся спортсмены. Здесь действительно особый характер у жителей Безымянки. Здесь точно будут выдающиеся спортсмены, потому что условия для этого все созданы. Создаются условия для гармоничного развития наших детей, для гармоничного развития личности. И это в конечном итоге то, что определяет качество жизни каждого человека и во многом определяет будущее каждого человека. Занятия по плаванию будут проходить в новом бассейне в несколько смен с 8 утра до 11 вечера. Кроме плавания здесь будут заниматься ученики Центра технического творчества. Этой зимой в школе планируют провести соревнования по судомоделированию. Лариса Шалафас, Артем Сулайманов, События.